Из старых квартир в современные коттеджи в Прохладинском районе программу переселения граждан из аварийного и ветхого жилья реализуют за счет малоэтажного строительства. Здесь возводится сразу несколько коттеджных городков. Новые дома в эти дни сдадут и в селении Учебное. Новоселье в конце года отметят 70 прохладинских семей. Наш спецкорс Сафаргириев проверил качество работы, первым увидел новой квартиры. Селение Учебное. Есть здесь и многоэтажки, и старые домики, которым уже более 50 лет. Генподряд на их капитальный ремонт и строительство новых выиграла фирма, давно зарекомендовавшая себя в районе. К примеру, жители поселка Прогресс уже переехали из полуразрушенных аварийных зданий в 15 новых коттеджей. Подобные объекты строители сдали и в Майском районе. Восемь новых домов коттеджного типа возводятся в селении Учебном по самым современным строительным технологиям. И все работы выполняются очень качественно. Здесь предусмотрены все удобства. Горячая и холодная вода, снаобщение, канализация, сантехника, кухня с газовыми плитами. И каждая квартира будет оборудована собственным автономным отоплением. Надзор за качеством здесь строжайший. Прораб со стройки не отлучается в течение всего дня. А вечером проверяются и объемы произведенных работ, и то, насколько хорошо они выполнены. Сейчас здесь проводятся коммуникации. Будет благоустроена и территория городка, приведены в порядок подъездные путей. Нигде никаких экономий мы не делаем. Все те же материалы, что мы и применяли в прогрессе, то и самое здесь и в Учебном. Стараемся где-то подбирать получше. Где-то что-то нужно, если даже не входит в эту программу. Мы стараемся и сделать так, чтобы было нормально и никаких у нас нареканий не было. Местные власти очень надеются, что программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет малоэтажного строительства будет продолжена и в следующем году. Это позволило бы полностью снять в Прохладинском районе все проблемы с аварийным жильем и капитальным ремонтом. Здесь все готово для полноценной работы. У нас имеется подготовленный все необходимые список и аварийных домов, которые подлежат расселению, и также список многоквартирных домов, которые нуждаются в проведении капитального ремонта. По этим двум направлениям у нас работа ведется. В этом году по муниципальной программе из федерального и ресебуканского бюджета в району выделено около 40 миллионов рублей. Улучшить свои жилищные условия уже смогли 34 семьи. А в декабре, накануне Нового года, к ним примкнут еще 26 семей, проживающих в сельских поселениях Учебное, Лесное и Красносельское.